Здарова, человеки-аудиофилеки! Сегодня у нас на обзоре портативный ЦАП-усилитель iBus DC04 Pro. Сейчас я вам буду про него рассказывать, буду его показывать, а потом мы вернемся сюда и поговорим неофициально о звуке. Обычно мы привыкли, что ЦАПы приезжают в каких-то картонных коробочках, но в данном случае ЦАП приехал в таком пластиковом кейсе, где сразу написано, что здесь Sirius Logic 43131, причем два штуки. Тут указываются его спецификации, типа выхода 4.4 балансный, 3.5 сингл, значки HiRS, PCM32384 и DSD256. А вся дополнительная информация написана с задней стороны, но ее прочитаю чуть позже. Раскрываем ЦАП-усик и достаем отсюда. На самом деле прямо приятно это делать, потому что он такой премиальненький весь с виду, посмотрите на него. Смотрите, какая лапочка. Очень симпатичный. Это, пожалуй, самый красивый ЦАП-усь из тех, которые мне встречались. По крайней мере, те, которые были у меня на обзоре. Этот визуально самый богатый, наверное, как-то сказать. Самый элитненький с виду. Вот это черное глянцевое стеклышко, которое ловит отпечатки как нефиг делать. Оно очень великолепно смотрится с зеленым корпусом металлическим. Выходы на наушники, тип C и две кнопки, регулирующие громкость. Здесь огонек горит. Показывает частоту дискретизации ЦАП-усилителя. А еще в коробке есть два шнурка. Это тип C с двух сторон и лайтнинг с одной стороны и с другой тип C. Ну, для айфонов. Переходничок для того, чтобы подключать к ПК или к другим устройствам, где есть обычный USB. Но лайтнинг приехал отдельно приклеенный, вот сюда сбоку завернутый в полиэтиленку и на клей посаженный. Естественно, это все оторвал, очистил этот клей и вот теперь все симпатичненько выглядит. Айбаса DC04 PRO. Отличное решение для металлистов и не только. ЦАП CS43131. Два штуки. Усилитель RT6863. Два штуки. Мощность 280 мВт. На балансном выходе на 32 Ом. PCM 32384. DSD 256. Диапазон частот 20 Гц, 20 кГц. Ну, однозначно лайк за ХРС. Выходы 3,5 мм и 4,4 мм балансный. Вес 21 грамм. В тестах принимали участие Айбаса 3T154. Наушники от этого же производителя. Лишуер EG07M. Кабель Лишуер Небула. И амбишуры Клариан. Ну и для сравнительного анализа использовались новинка Player от Fio M23. И портативный ЦАП Разезельза R59039, который был недавно на обзорах. А вот так выглядит приложение Айбаса УАК на планшете или смартфоне. Громкость регулируется в нем. Можно зажать на ЦАП усилители громкость регулировать. Также есть регулировка баланса каналов левый и правый. Есть цифровые фильтры, о которых сейчас подробно поговорим. Переключатель гейна. Высокий, средний и низкий гейн. Есть турбовыход. И есть экономичный мод. Первое, что я сделал, установил приложение Айбаса УАК. Ведь там можно задействовать переключатель гейна и цифровые фильтры. Разницу в фильтрах уловить непросто. А описать словами еще сложнее. Но я попробую. За отправную точку взят фильтр номер 5. Нос. По-другому он называется Non-Oversampling. Он ощущается как максимально нейтральный. Со средней по размеру сценой. Фильтр номер 1. Fast Roll Off. Более острое звучание. Немного отдаляет сцену вглубь. Фильтр номер 2. Short Delay, Slow Roll Off. Немного менее острое звучание и чуть приближенный вокал по сравнению с номером 1. Фильтр номер 3. Short Delay, Fast Roll Off. Чуть более укрупненные образы и немного нейтральные высокие частоты по сравнению с номером 1 и номер 2. Фильтр номер 4. Slow Roll Off. Что-то среднее между Нос и номер 1. На мой вкус самый красивый и музыкальный. Фильтр номер 4. Вот разницу в фильтрах было непросто уловить. Я потратил часа наверное полтора на одном треке, отслушивая один фильтр, другой, третий, постоянно переключаясь. Переключаясь после длительного прослушивания, после каждой песни. В общем в фильтрах сложно уловить нюансы какие-то определенные. Но разница в фильтрах при этом чувствуется и описать еще сложнее. То есть вот характеристики немного, чуть более. Это вот даже максимально большие характеристики. Потому что не немного, а чуть более. Немного, немного и чуть-чуть больше. Вот приблизительно вот так вот ощущается разница между фильтрами. Хотя между первым и между пятым фильтром разница довольно ощутимая и слышится при мгновенном переключении. А разница между другими фильтрами улавливается уже вот на кончиках, можно так сказать, пальцев. Но она чувствуется. В отличие от фильтров в том же самом Topping DX7 Pro Plus, к примеру. Вот там фильтр абсолютно практически не чувствуется. Или взять плеер FIO M23. Там тоже влияние фильтров описать невероятно сложно. И оно не чувствуется, оно тоже можно сказать. Ощущается где-то вот на кончиках пальцев. Но разницы какой-то конкретной просто не назовешь. Здесь и еще в одном ЦАП-усилителе портативном разница в фильтрах больше ощущается. Был у меня на обзоре EPZ TP50. И вот на TP50 разница в фильтрах была. Там оверсэмплинговый фильтр и по-моему второй, третий фильтр по-моему отличались. Уже не помню точно. Но разница там тоже была, но не такая. Заметил особенность DC04 Pro. Этот ЦАП выдвигает вокал ближе к слушателю. А задний фон звучит более слитно, находясь по одарь от исполнителя. Интересная подача, которая мне прежде не встречалась. С наушниками EG07M хотелось, чтобы образы были крупнее. Но вот с iBASA 3T154 образы увеличились и добавилось объема сцены. Это очередное подтверждение, что ЦАПы и наушники от одного производителя находятся в синергии. Отзвуки инструментов в верхней октаве продолжительны, утонченны и красивы. Особенно это ощущается на электростатических драйверах. Вокал имеет хорошее разрешение и отлично сочетается с техничной подачей низкочастотного сегмента. iBASA DC04 Pro хорошо подходит для быстрых жанров. Например, тяжелый металл этот аппарат отыгрывает без каши и грязи. Все звучит четко, хлестко, разборчиво и детализировано. Мне понравилось, как DC04 отыгрывает эхо и реверберацию помещений в тяжелых жанрах. А ведь зачастую большинство подобных устройств просто игнорируют такие малозаметные нюансы звучания. В джазовых и инструментальных композициях каждый инструмент и звук разборчив и хорошо различим. Если вы любите выслушивать детали, то обратите внимание на это устройство. В классических симфонических произведениях макродинамика и полифония проявляют себя на хорошем уровне, позволяя услышать даже тихие инструменты на фоне массивного многоголосия. По тембральному и музыкальному балансу оцениваю аппарат как достоверно передающий информацию, без тонального смещения и слышимых искажений. iBasso DC04 Pro – однозначно интересный ЦАП-усилитель, который великолепно выглядит и отлично звучит. Он явно заслуживает внимания любителей техничного звука. Я знаю, что вы любите неофициальную часть за то, что здесь нет никакого маркетинга, и я просто рассказываю свои эмоции и впечатления. Так вот, что я хочу сказать по этому ЦАП-усилителю. Помните, у меня на обзоре как-то был EPZ TP20 Pro – карбоновый такой черненький с техничным звучанием. Вот этот аппарат еще более техничен в звучании. Он позволяет расслушивать и выслушивать определенные нюансы на тех же самых LeShuer EG07M. Там электростаты наверхах, Hi-Res наушники, Hi-Res свисточек. Он позволяет в совокупности выслушивать очень-очень-очень какие-то скрытые детали в различных треках, чего другие ЦАП-усилители либо не дают, либо дают недостаточно. Здесь прямо очень хорошо по верхам все это выслушивается, просто великолепно. Ну и по поводу его звучания. Иногда хочется какой-то музыкальности, помимо техничности, например. И отличный ЦАП, вот этот вот, именно в сочетании с наушниками от iBAS, которые я вам показывал, T3-154, великолепно сыгрываются. Он дает такую живую середину, красивую, чего даже в LeShuer в наушниках этого не услышишь. Точнее, он услышишь, но вот той красоты не будет звучания. А здесь именно та красота просыпается, но теряется техничность. Потому что наушники не техничны абсолютно. Они как раз для живого чего-то такого, для тембрального красивого, для абертонального. И вот с этим вот ЦАП-усилителем получается такая серединка идеальная, настоящая синергия. Для тех, кто хочет не музыкальности, а чисто техничности, сюда можно подключить любые электростаты, любые арматурки, гибриды какие-то. Это будет очень технично, очень красиво звучать. По поводу низких частот. Здесь они такие же техничные. Они подсушенные, они поджарные, но при этом здесь низ есть. Если наушники хорошо показывают низкие частоты, то вы здесь услышите низ хороший, глубокий. Но здесь нет какого-то яркого такого кика танцевального для EDM музыки, который нужен. Здесь вот более к ракешнику такое, к металлу какому-то. Сочная, мощная. Очень красиво отыгрывает, очень классно, очень технично отыгрывает Evanescence. Вы знаете, большинство ЦАП-усилителей, наушников запарываются на Evanescence. Но благо наушники EG07 позволяют технично, а не универсальные. И позволяют с таким ЦАП-усилителем услышать очень техничное звучание в Evanescence. То есть там никакой каши абсолютно, там все детально, четко, разборчиво. Вообще, ну просто потрясающее сочетание. Любые наушники сюда техничные цепляете какие-то, и он техничный. Вы получаете мега разрешение, отличное разделение. Еще я отметил здесь необычную сцену, как вы, наверное, заметили. Я сказал, что вокалист ближе расположен, а сцена дальше. И музыканты как-то более, ну, вместе, компактно, слитно играют. Мне показалось, что сцена полукруглая. То есть вокалист вот здесь стоит, а за ним, поодаль прям, ну, поодаль, полукруглая сцена. Это в каких-то живых исполнениях. Это не в рок-музыке, нет, там по-другому это ощущается. В рок-музыке она плоская, ну, не плоская, а ровная вот именно. На музыкант, музыкант, музыкант. А в фолке она как будто закругленная такая, полукруглая. То же самое недавно было на обзоре вот Розозельза. Там тоже ощущалось такой полукруглой, но более широкой. А если она такая отдаленная, у тебя как будто тоннель такой создается. Но не по звуку тоннельный, нет. Там, как обычно, килогерц, когда вытягивают, нет, не по звуку. А именно создается виртуальное ощущение. То есть там не АЧХ влияет абсолютно на построение сцены. Понятно, что фаза и накручена здесь. Очень интересно, очень необычно. И заметить это тоже не сразу просто. То есть это нужно опыт иметь в этом. Я сперва понять не мог, а что? Как-то, как-то, ну, не так. Как-то по-другому он звучит. А потом, когда фильтр стал тыкать, стал внимание обращать на сцену, когда фильтр стал отслушивать. И потом уже понял, ага, вот тут еще со сценой. Они покрутили, короче, ну, фазу, походу. И они отдалили ее, а вокалиста приблизили. Техничность на верхах, необычная сцена, очень четкое, раздельное звучание. О, понравилось в инструментале. Слушал акустик, алхимия, гитары, ой, как это все звучит. Еще я заметил здесь очень живой удар барабана, живую атаку. Возможно, это транзиенты как-то с этим связано. Ощущается вот именно живость, не громкость, не хлесткость, а именно живая как бы вот атака, отклик живой барабана, вот ты ощущаешь это все. Поэтому насчет сап-усилителя, если вам нужен техничный звук, внимание, техничный, это сюда. Это за ракешником, за металюжничем, чем-то тяжелым, таким красивым, за инструменталом, если вы хотите не просто наслаждаться мелодией, а именно выслушивать там звучание струны, ее вибрацию, реверберацию эхопомещения. Аудиофильский аппарат, да, он, не сказать, что он какой-то супер-хай-люкс-класса там, нет, вовсе нет. Но это такой хороший, добротный середняк, и такой техничности я еще ни в одном из обозреваемых аппаратов не слышал. Но у него музыкальности не так много. Вот на четвертом фильтре он довольно музыкально звучит. Если ему дать еще наушники, что-то типа iBass'а, такие притемнененькие, еще раз, он не свистит, не пилит нигде по ушам, не сверлит ничего, у него сибириантов никаких выраженных, ничего нет, абсолютно. Все кайфово звучит. Просто с притемненными наушниками он будет гораздо музыкальнее. А с какими-то универсальными там он будет техничен. С какими-то техничными наушниками он вообще вам все как под микроскопом покажет. Что-то подобное не попадалось. Есть и другие хорошие аппараты, я не спорю, но мне он зашел. Мне он понравился, поэтому могу про него рассказать с положительной стороны. Больше мяса бы, наверное, хотелось именно в тяжелом металле. Больше бы хотелось плотности в тяжелом металле. Но это палка о двух сторонах. Те, кто понимают, те согласятся со мной, что не бывает техничных крутых каких-нибудь девайсов, наушников, тех же самых лицапоусилителей, именно с плотным мощным таким по низам саундом. Тут либо техничность, либо музыкальность. Есть какие-то универсальные, но они, как правило, нейтральны, они ни туда, ни сюда. А техничные, вот у них будет поджарый низ, подсушенный. Но при этом, если наушники позволяют, он там будет в любом случае. Сюда мог бы посоветовать хорошие наушники. Есть у Rosatechnics, именно техничные, если вы хотите. Называется Star Citizen 5 Pro, по-моему, они называются. Вот так. Rosatechnics Star Citizen. Они там арматурные идут, гибриды. Они очень техничные, очень круто звучат. Идеально с ним, как на ладони, вам преподнесут все нюансы, все мелочи. То есть, если какие-то хотите музыкальные звучания, вот из этого видео наушники от iBAS T354, или нейтральные какие-то, типа мониторные, вот как у меня были Reshue Original 7M. Правда, стоимость этих наушников значительно превышает стоимость этого свистка. Но, тем не менее, с теми наушниками нейтрального какого-то такого вот построения звука, он будет и в музыкальность, и в то же время в техничность уходить. То есть, как бы он может и туда, и сюда. Ставьте лайки, чешите яйки. И, конечно же, помните, что все эти ЦАП-усилители от iBAS, это, конечно же, хорошо. Но самое главное, берегите себя и свои труселя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok